Привет, дорогие друзья! Вы на канале Милогейм. Ребята, вышло новое обновление. Открылся кабинет рисования, кабинет изо в школе. Там есть, ребята, классные секретики, которые я вам с удовольствием сейчас покажу. А еще, ребята, у нас появилось новое движение с зеркалами. Сейчас тоже его посмотрим. И вышел новый пак. Так что видео будет очень интересно. Пожалуйста, поставьте лайк под этим видео. Ваш комментарий я тоже очень жду. Спасибо за поддержку, мои дорогие друзья. Ну что, поехали, давайте начнем по порядку. Я хочу сначала проверить, конечно, новые движения с зеркалами. А потом, ребята, приступим к секретикам. Они реально очень крутые. И мы с вами картины себе домой сделаем. Это будет очень круто. Ребята, вот, смотрите, девочка у нас делает старое движение. Но сейчас, ребят, его уже нет. Так что я оставлю эту девочку. Пусть она дальше делает это движение. У нас в игре это движение пропало. Его теперь нет. Давайте посмотрим, какое я могу движение сделать. С этим зеркалом я не могу сделать движение, потому что она здесь стоит. Ну ладно, давайте тогда все-таки ее уберем. Я игру обнулила, ребят. У меня все персонажи есть. У кого нет персонажей, конечно, это печально, потому что персонажи нужны будут в школе. И вот, смотрите, первое новое движение это вот такое. Я не знаю, подходит мне наряд или нет, я сомневаюсь. Второе движение это вот такое, ребят. Я смотрю на свои ботиночки, разглядываю обувь, я примеряю ботинки. Третье движение, ребята, я примеряю кофточку. Четвертое движение мне нравится. Я думаю, да, мне очень все нравится. Я говорю, да. Еще одно движение это вот такое. Круто! Я вот так вот как будто бы стряхиваю с плеча. Ну, классно. И последнее, самое мое любимое движение это вот это. Как вы заметили, ребята, у нас пропало старое движение, которое делала вот эта девочка. То есть теперь его нет. Если мы ее поставим, это движение мы теперь найти не сможем. Оно, ребят, пропало. Но зато появилось много новых движений. Смотрите, как же все-таки прикольно. Мне нравится еще, когда мы поцелуйчик воздушный посылаем. Давайте еще проверим, знаете где? У нас есть домик, который с зеркалом возле прихожей. Вот, ребят, я пришла в этот домик, потому что здесь есть уже зеркало. И здесь, ребята, вот тоже такие же движения. Такие же движения, как и в кавайном магазине. То есть теперь все зеркала будут вот с такими прикольными движениями. Но старого движения, к сожалению, ребята, нет. Но персонаж, который в кавайном магазине, все-таки его делает. Ладно, давайте посмотрим с малышами, какие движения у нас есть. Может быть, появились с малышами какие-то новые движения в зеркало. Так, давайте поставим малышку. И вот, нет, ребят, она ничего не делает. Нам нужно сейчас отправиться с вами в детский магазин скейтерский и посмотреть, там, может быть, какие-то новые движения у малышей еще появились. Ну, давайте пробовать, давайте пробовать. И здесь у нас три движения. Вот такое, ребята, классное движение. Но они у нас уже были. Мне очень нравятся движения с нашими классными малышками. Машет, круто, круто. Ну, хорошо, первое мы с вами уже посмотрели, что вышло новенькое. Теперь, ребят, давайте посмотрим новый пак, который появился, а потом будем разгадывать секретики. Это шикарный пак, он для семьи. Тут много разных предметов. Мы с вами сейчас его тоже посмотрим. Тут новые питомцы, два разные украшения для дома, милые вещички. Но самое крутое, здесь есть машина, у которой, ребята, шесть мест, представляете? Это для моей семьи машинку сделали. Спасибо разработчики, они сделали для моей большой семейки в сериале такую крутую тачку. Я очень хотела. Вот, ну ладно, давайте теперь секретики смотреть. Самое интересное, это, конечно же, секретики в школе. И я уже тороплюсь в новый класс. Ребята, у нас здесь есть вот такой постер. Он был или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне кажется, как будто бы его не было. И вот он, кабинетик открытый. Нет больше этих закрывающих желтых полосочек, ленточек. Здесь у нас все как было. Ребята, сразу вам говорю, у нас здесь есть кое-какой баг. Так что аккуратно. Аккуратно, смотрите, я беру вот такую вот кисточку, захожу в этот кабинет. И смотрите, что происходит. Меня нет, персонажи пропадают. А с ним, ребята, пропадают вещи. Поэтому лучше не заходите через эту дверь. Смотрите, у меня кисточка пропала, ребята. Так что через эту дверь лучше не заходить. Давайте еще раз попробуем. Это очень печальный баг. Давайте попробуем, пропаду я или нет. Так, заходим с этой скульптурой. Ребята, меня нет. Смотрите, я опять пропала. Так что аккуратно с этой дверкой. Видите, что происходит. Но сейчас висичка, кстати, у меня в руках. Ну ладно, ребят, давайте мы с вами посмотрим на новый кабинет. Он реально очень крутой. Здесь появились вот такие классные мольбертики. Их много, 4 штучки. Кабинет очень просторный. Он, ребят, похож на кабинет музыки. Вот наша преподаватель. Очень красиво. У нее новый беретик. Смотрите, какие движения есть с этим беретиком. Целых 4 новых движения. Первое движение красивое. Второе движение это вот такое строгое. Третье движение она что-то показывает, как лучше картину нарисовать. И последнее движение это вот такое. Классно. Дальше у нас есть еще движение очень классное с мольбертами и с новыми вот такими вот фарточками. Давайте примерять, какие крутые фарточки здесь есть, ребят. Вот такой с кляксами. И движение с фартуками тоже очень красивое. Девочка смотрит, ей нравится, ставит лайк. И второе движение это вот такое. По-моему, она немножечко замаралась. Но ничего, у нее фарточек, он ее спасет. Ее костюм для школы. Давайте второй фарточек примерим. Он тоже очень красивый, с кляксами, уже светленький. Красивые фарточки. И тоже, ребят, два движения. Круто, правда? Еще здесь на доске меняются разные картинки. По-моему, их 4 или 3 штучки, но тоже очень круто. Ну, ладно, давайте еще изучать, что здесь есть новенькое. Еще, ребята, фарточки. Фарточков очень много, хватит всем ребятам. Вот такой черненький и вот такой желтенький с розовым. Круто, круто. Давайте открывать ящички. У нас здесь ящички, вот это старые вещички в этом ящичке. Есть вот такая книжка и вот такой вот блокнотик. Интересно, почему из него листочки не высыпаются? Я всегда про это думала. Не знаю, ребят, почему. И здесь есть еще палитры, но с палитрами, ребят, к сожалению, нет никаких движений. Очень странно. Я хотела бы, конечно, чтобы с ними были движения. Они очень красивые. А вот и разные приспособления, чтобы рисовать на мольберте. Но давайте уже попробуем что-нибудь нарисовать. Как работать с мольбертом, ребят? Просто подходите к нему и вот выходят вот такие картиночки. Эти картиночки нужны, чтобы рисовать, конечно же. И тут столько много картин можно нарисовать, просто нереально много. Ребят, но здесь есть еще крутой секретик. Сейчас я все вам расскажу. Смотрите, как же работает мольберт. Его можно использовать, чтобы нарисовать картину, а можно просто на нем рисовать вот такими принадлежностями. То есть из мольберта у нас кисточки не выходят. Если мы на него нажимаем, он складывается и раскладывается. Но кисточки мы из него взять не можем. А еще мы можем достать из него вот такой вот холст, ребята. И они неограниченного количества. То есть вы можете вот так холстики доставать и рисовать разные картины. Не только на мольберте, но и, допустим, просто так. Это очень круто. Что у нас здесь есть, ребят? Обычный карандаш. Есть вот такая кисточка толстенькая. Дальше, ребята, вот такой черный. Ну, коричневый карандашик толстенький. Дальше еще кисточка фиолетовая. Еще вот такая вот кисточка белая. Она как будто бы стиралка. Закрашивает все, что вам не нужно. Вы можете все это стирать. Вот. Так что отдельно берете кисточки и рисуете на этом прикольном мольберте. Еще, ребята, этот мольберт можно складывать. Мы на него нажимаем, и он складывается. И после этого мы можем его передвигать. Если он разложен, мы не можем передвигать. Если сложен, то можем. Мы можем его взять с собой вместе с картинами, которые мы нарисовали. Это очень удобно. А также мы можем этот мольберт просто спрятать, например, вот сюда в шкафчик. Здесь, кстати, еще одна палитра есть. Но почему-то движения с ними нет. Ну, ладно, давайте спрячем мольберт в шкафчик. Уберем. Очень даже удобно. Здесь тоже много вот таких вот карандашиков, но они все повторки. То есть обычный карандашик. А, ну нет, здесь еще желтенький есть. Еще, ребята, вот такое вот. Еще, ребята, вот такая кисточка розовая. И беленькая, чтобы все закрасить, что вам не нужно, как будто бы это стиралочка. Ну, а теперь, ребята, самое интересное. Первый секретик. Первый секретик заключается в том, смотрите. Мальчик, когда рисует, мы видим, у него всего 4 картинки. Но можно открыть секретную пятую картинку. Как это сделать? Мы берем вот эти фарточки, надеваем на мальчика. И у нас, ребята, сейчас появится секретная пятая картиночка. Видите, появилась вот такая вот дама. Это очень-очень прикольно, что у нас есть такая секреточка. Давайте наденем на них эти волшебные костюмчики. С ними появляется вот эта новая картина. Без них эта картина не появляется. Так, все, мы нарядили, и они стали прошками, ребята. Они стали прошками, и сейчас будут рисовать просто суперкрутые картины. Давайте сейчас нарисуем все картины, которые здесь есть по очереди. И нам нужны они будут, чтобы делать секретики. Мальчик у меня будет рисовать по очереди все картинки. Смотрите, здесь разные стили есть. Первый стиль он рисует, это, ребята, карандашом. Сейчас мы нарисовали натюрморт. Вот, давайте по порядку ставить, чтобы не запутаться. Дальше, вторая картиночка, это пейзаж. Тоже выполнен в карандашах. Не раскрашены, черно-белый. Их уже не раскрасишь. Вот, ребят, пейзаж сделали. Дальше коровы. Не знаю почему, но в игре очень много коров можно рисовать. Они разные, в разных стилях. Допустим, арт или черно-белый стиль. А еще тут есть современное искусство. То есть, очень много стилей, изображений можно использовать и рисовать. Так, вот, смотрите, вот эта вот очень важная картинка. Ее ни в коем случае не теряйте, ребята. Это наша бабушка, я думаю, что вы ее узнали, которая в столовке работает. И вот такой вот еще натюрморт. Поехали дальше. Если мы мотаем вправо, у нас опять другие картины появляются. Это уже, ребят, другой стиль. Сейчас мы сделаем натюрморт вот такой, более современный. Это как будто бы какая-то реклама для магазина. Например, мы рисуем. Нам задали такое, как бы, задание. Сделать для магазина красивую рекламку. Вот такая вот. Дальше сейчас будет коровка смешная. Более такое все яркое и четкое. Вот такая смешная, ребят, корова-калаш. Это очень прикольно выглядит. Дальше сейчас будет портрет. Вот, ребята, наш физкультурник. Я думаю, что вы уже догадались, что мы будем им приносить эти картинки. Следующая, ребята, это крутая картинка. Это же Рыжик. И он как будто бы Мерлин Монро. Это просто прикол какой-то. Рыжик смешно. У него глаза накрашены. Следующая картина, ребята, это разрезанные фрукты. Еще, ребят, вот такая вот абстракция. Дальше, конечно же, корова. Она как будто бы, знаете, из частей из таких состоит. Смешно выглядит. Интересно, почему реально у нас коровы здесь. Не знаю, ребята, почему разработчики сделали картинки именно с коровами. И, ребята, вот это тоже очень важная картинка. Мы ее используем в секретике. Еще рисуем. И вот такая вот картинка как будто бы из маленьких частей состоит. Поехали дальше. Листаем вправо здесь еще разные виды картин. Обычный натюрморт. Вот такой красивый пейзажик с бабочками. Опять, ребята, корова, которая пасется на лугу. Наш директор. Да, для секретика пригодится нам директор. Тоже, ребята, это секретик очень важный. Но на этом не заканчивается. Еще, ребята, менюшка есть с другими видами картин. То есть картин очень много. Вот такой вот современный рисуночек. Очень, ребята, красивая. У нас в спойлере. Помните, эта картинка была? Еще, ребята, вот такая смешная коровка. Ребята, физрук. И последнее. Это же кролик. Это кролик Алисы. Классно, классно. Ну, хорошо. Так, все. На этом все картинки закончились. У нас есть еще вот такое движение. Мальчик думает, что ему нарисовать. Придумал дальше. Он примеряет, как все будет располагаться. Следующий, ребята, он расстроен. У него не получилось нарисовать. И последний, он Прошка. Он очень круто все нарисовал. Хорошо. Молодец. Спасибо. Он нам помог выполнить вот эти вот крутые картинки и сделать. У нас здесь есть еще вот эти потайные шкафчики. Но в них, ребята, к сожалению, ничего нет. Странно, странно. Все, наверное, думали сразу, побежали смотреть в эти шкафчики. Но в них пусто. Да, уж разработчики над нами прикалываются. Ну, ладно, ребята, давайте теперь эти картинки собирать. Что нам нужно с вами? Нам нужно обязательно взять все портреты, которые только есть. Я могу их сразу на мольберт поместить. Давайте, нам нужна вот эта бабушка, которая работает в столовой. Дальше нам нужен обязательно наш уборщик. Дальше, ребята, эта картинка нужна. Дальше директор нужен. Еще вот эта девушка нужна обязательно. И нужен физрук. Так, проверяем. Да, ребят, я все собрала, все, что нужно для секретика. Я просто складываю мольбертик и беру его с собой. Все, пойдемте раздавать всем картины. Круто, что можно мольберт к себе домой унести и там рисовать. Вдруг я художник и практикуюсь каждый день в рисовании. Спускаемся вниз. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Мы опять к вам. Опять вам кое-что принесли. Мы очень часто приносим подарочки для наших учителей и не только. Давайте достанем его картину. Вот, ребят, я даю ему картинку и он мне с удовольствием отдаст вот такую штуку для нашего интерьера. Это, ребята, рамочка. Очень красивая. Я хочу сейчас персонажам дать, допустим, картину и рамку. И потом я уже буду знать, кто мне какую рамочку подарил. У кого, ребят, какой вкус. Это очень важно для меня. Хочу посмотреть, какой все-таки именно уборщик, допустим, мне рамку подарил. Или директор. Интересно, какая рамочка будет у директора. Сейчас посмотрим. Так, у нас тут вот директор нарисован. Красиво, кстати, нарисован точь-в-точь одно лицо. И он нам тоже дал для интерьера красивую рамку. Ну, давайте этой девочке дадим. Так, в одну руку коробку, в другую рамку. Все, отправляйся. И здесь наша уже легендарная бабушка, которая очень много секретиков нам помогает разгадывать. И ей дадим вот такой портрет, выполненный карандашиком. Она тоже нам дала коробочку для дома украшения. Ну, а теперь, ребята, физкультурника. Физкультурнику даем учитель по физкультуре. И он тоже нам дал коробочку. У нас с вами, ребята, осталось две картины. Вот это же он, зашифрованная картина. Видите, наш охранник? Здесь показано, у него вот такие брови, у него голубые глаза и часы, чтобы мы точно поняли, что это он. Но я, кстати, сразу его узнала. Потому что, ребят, я в сериале про него снимала, и поэтому я его сразу вспомнила, что это наш охранник. Ну, хорошо, ребят, давайте тоже забирать от него этот классный подарочек. Так, коробочку и картинку. И последняя девушка, самая-самая загадочная, на черном фоне. Кто же это, ребята? Да вот же она, вот же она стоит. У кого, ребят, персонажи пропали, я вам очень сочувствую. У меня тоже на компе пропали, поэтому я на телефоне снимаю. Ну, что поделаешь, что поделаешь. Ладно, ребят, давайте последнее забираем. Картинку и коробочку. Ну, все, вроде бы все. Пойдемте теперь домой все это распаковывать. И я отправлюсь, конечно же, в наш новый потрясающий домик. Мне он очень нравится. Если вам, ребят, тоже ставьте лайк. Ну, хорошо, давайте вот здесь устроим картинную галерею. Мне так нравится, что я мольберт сюда принесла. Смотрите, как он здесь круто выглядит. Можно даже вот так напротив растений, например, поставить, как будто бы я люблю здесь рисовать. И мне нравится, что у нас листочки достаются. Круто, правда? Ребят, когда он у меня разложен, я его не могу из рук вытащить. Нужно его сложить, и тогда он вытаскивается у меня из рук. Я могу вот сюда поставить эту прекрасную картину, например, и рисовать стоять. Правда классно. Смотрите, как это круто выглядит. Надо было, конечно, какой-нибудь пейзаж нарисовать. Я, кстати, могу рисовать без кисточки. Это очень смешно выглядит. Знаете, такая силы мысли решила нарисовать. А еще, ребят, у меня, смотрите, на лице появились кляксы. Правда, круто выглядит, потому что я рисую. Супер, правда? Мне нравится, что это появляется. Ну, хорошо, ребят, давайте уже доставать наших персонажей. У нас очень много картин, которые мы сейчас с вами будем ставить у каждого персонажа. Так, этой девушке я не дала ничего. Ну, ладно. И вот. Ну, все. Я думаю, что я все достала. Давайте уже делать. Так, первая коробочка. И это от нашего любимого физрука. Смотрите, какая рамочка. Вау, какой у него интересный вкус. Он любит такое все радужное. Не ожидала, не ожидала. И давайте сразу вставим эту картинку. Смотрите, ребята, можно перетаскивать эту рамку в режиме строительства, а также можно вытаскивать эту картинку и ставить другую, например, которую я нарисовала. Классно. Ну, я, конечно же, нашего физрука оставлю. Ладно, давайте смотреть у другого персонажа. Здесь у нас директор. Интересно, какая рамка будет у директора. Вау, ребят. Ну, как будто бы, знаете, такая печенька. Рамка печенька. Ну, да, он же у нас любит сладко. У него там конфетки лежат. Прикольный директор. Рамочка очень симпатичная. Дальше, ребята, персонаж. Это рамочка от нашей бабушки, которая работает в столовке. Вот такая крутая рамочка. Она украсила ее пуговками и цветочками. Очень милая рамка. Мне нравится. Следующий персонажик несет рамку от нашего учителя физкультуры. Давайте, ну, конечно же, с наградами. Он же у нас стремится, чтобы у него все были самые лучшие, самые быстрые, самые смелые. Круто. Красивая рамочка. И это рамка от нашего охранника, который очень тщательно за всеми следит. Ребят, она такая очень серьезная. Черненькая, серая такая рамочка. Круто. И последняя от девочки, которая регулирует движение, отвечает за порядок. Ну, крутая рамочка. Не ожидала от нее. У нее такой классический золотой стиль. Красивая картина, ребята. Ну, супер. Давайте посчитаем, сколько у нас рамок. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть рамочек. Красота. Да и только. Можно теперь в картинную галерею играть. Мне нравятся эти крутые секреточки. Ребята, если еще какие-то картинки узнали, может быть, какие-то рамки я не нашла, пожалуйста, напишите в комментариях. Буду очень-очень вам благодарна. Но это, ребята, еще не все. Есть крутой секретик. Я сейчас беру наш пустой холст и иду, знаете, куда? Где у нас есть баллончики. Можно баллончиками рисовать на этом холсте. На холсте можно рисовать очень многими и ручками, и карандашами. Так что, ну, фломастерами тоже. Но самое классное, что можно рисовать еще и вот этими баллончиками. Это круто использовать, потому что я, допустим, могу сделать однотонный фон. Давайте сделаем вот такой темненький фон. Как рисовать, ребят? Допустим, просто зарисовываю весь холст одним цветом. Так вот, баллончик должен трястись, и потом уже из него идет свет. Я пришла в школу, мне нужен магнитик, чтобы открыть секретный шкафчик. В этом шкафчике, ребята, я хочу взять вот такую вот насадку. Можно было, конечно, еще клеить стикер, но стикеры, к сожалению, не держатся. Эти стикеры клеятся только вот к этой стеночке. Ну, ладно, давайте сердечки сделаем так. Я хочу красные сердечки, допустим, сделать. И вот так вот вы делаете, ждете, пока он трясется, и все, смотрите, я сердечко сделала. Красиво, правда? Дальше давайте насадку сделаем ромбик. И, нет, давайте не на красную, давайте ромбик сделаем, например, голубой. Как будто бы это какой-то камень. Смотрите, какой красивый ромбик я сделала. И вот такую оранжевую звездочку я сделала. Прикольная картинка, можно использовать разные цвета. Трафареты, ребята, не работают. Ну, хорошо, крутое обновление, мне очень понравилось. Кто еще секретики узнал этого обновления, обязательно напишите, ребят, мне в комментариях. Сейчас попробую эту картинку вставить в рамочку, как это будет выглядеть. Давайте поставим вот в эту рамочку. Так, сначала нужно бабушку вытащить. И вот, ребята, красота какая. Так что можете рисовать и вставлять в эти рамочки. Ну, хорошо, ребята, сейчас посмотрим с вами новый пак, который вышел у нас тоже с новым обновлением. Он очень крутой, там много классных вещичек. Но, конечно, самое крутое, что это появилась большая машина для всей семьи. Ребята, смотрите, какая коробочка. Там такой котик смешной черный. Он пытается открыть бантик, развязать, но у него ничего не получается. И вот он, этот котик. У нас теперь дружок появился для черного котика, который любит суши в кустиках, который лежит. Правда круто? Тот полностью черный, а у этого белая грудка и белый хвостик. Голубые глазки. И вместе с лежаночкой он появился. Ребят, у этой лежанки очень крутые движения, смотрите. Очень классные новые движения. Ну, еще, ребят, собачка появилась. Хаски. Вау, породистые у нас щенки появляются. Красивый щеночек. Очень симпатичные. Большие голубые глаза. Мне понравился этот новый питомец. Классненький. Ну, ладно, ребят, давайте уже коробочку открывать. Интересно, что же будет внутри. Набор эстетичный, ребят, сразу говорю. Здесь много всего и все очень-очень красиво. Это мы с вами откроем в нашем домике новом. Ну, а сейчас, конечно, посмотрим новую тачку. Посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть мест. Ничего себе. Фары включаются. И очень много сидений. Вау, круто. Я буду, конечно же, за рулем. Дальше. Давайте попробуем, сколько персонажей у нас поместится. Так, девушка вот сюда садится. Дальше. Маленьких давайте посадим вот на этой сиденье. Давайте сзади их посадим. Вот они выглядывают такие смешные. Дальше еще одну девочку рядышком посадим. Получается, у меня поместилось целых шесть человек. Ну, еще, конечно же, у нас багажник открывается у этой машинки. Вот, ребят, вместительный багажник еще есть у этой машинки. Капот не открывается. Ну, а движения такие же, как и у обычных наших машинок. И, кстати, ребят, по-моему, у нас немножечко пофиксили. У нас теперь не так хвост видно, когда сзади сидишь. Давайте попробуем это сделать. Интересно, правда. Да, ребят, пофиксили. Смотрите, хвоста нет сзади. Это очень круто. Я очень-очень рада. Ну, хорошо, ребят. Тачка очень крутая. Мне она понравилась. Такой, знаете, мини-кроссовер. Ну, хотя, какой мини, шесть мест. Это хороший кроссовер. Ладно, все, поехали рассматривать новые предметики. Давайте начнем сначала с мебели, а потом уже будем персонажей наряжать. Так, открываем. Вау, опять новый цветочек вот в такой стеклянной баночке. Дальше. Ой, коврик. Он, наверное, меняет цвет. Нет, ребят, коврик цвет не меняет. Дальше. Пуфик смешной. Такой хорошенький, милый. И у него просто очень много разных цветов, ребят. Просто посмотрите на это. Разнообразие цветов увеличилось. Дальше, ребята, горшочек и цветочек в нем. У этого горшка миллион расцветочек. Можно даже красный сделать желтый цвет. Круто. Разнообразие цветов появилось. Дальше. Полочка. Полочка, ребята, не меняет цвет, но она очень эстетично выглядит. Так, можно туда поставить что-то на эту полочку? Я думаю, что она просто у меня забагалась. Ладно, поехали дальше. И здесь у нас вот такие вот классные картины. Современное искусство. Ну, точно картину галереи, ребят, будем с вами открывать. Дальше, ребята, о, планер. Здесь разные дела, расписания для школы, например, или для работы. Классно. Дальше часики. Очень симпатичные. И у этих часиков тоже миллион оттенков разных. Темные, серые, беленькие. Вот такие вот цветные, ребят. Розовенькие есть. Красивые часики. Дальше. У нас здесь, вау, ростомер для малышей. Вау, какой хорошенький жирафик. Красивенький. Но этот жирафик, ребят, не меняет цвет. Дальше. Это у нас, вау, фоточки можно вставлять сюда. Обожаю такие фоторамки. Такой милый домик и сердечко сверху. Классненько выглядит. Еще, ребят, корзиночка. И у этой корзиночки просто миллион цветов. Смотрите, разные оттенки розового, синего, зелененький цвет. Красный, фиолетовый. И у отдельно еще у ручек цвет меняется. Ну, это просто фантастика. Разработчики молодцы, так стараются, вплоть до самых мелких деталей все разрабатывают. Еще, ребят, подушечки. И у них тоже много оттенков. И зелененький, и желтенький, и красный, и фиолетовый. Какие захотите. Дальше свечки. Смотрите, какие эстетичные. Одна вот в такой плетеной штучке. А может быть, что-то блестящее. И вторая в стеклянной. У этой подушечки тоже меняется цвет. С этими подушечками есть, ребят, движение сражаться подушками. Дальше кактус. У него тоже горшочек меняет цвет, ребята. Я в восторге. Это очень круто. Молодцы. Так, дальше еще меняет расцветочку горшочек у этого цветочка. Еще, ребят, подушка тоже меняет цвет. Еще, ребята, горшочки. Они меняют цвет. Красивые такие растения. Еще милое растение небольшое. В растении реально очень много разных появилось. И еще маленький горшочек, который тоже меняет цвет. Крутяк. Дальше, ребята, вот такая вот классная корзиночка. Тоже полностью меняет цвет. Еще, ребят, цвет ручек меняется. И еще цвет ткани, которая внутри выполнена. Смотрите, какое разнообразие у нас в игре. Супер, конечно же. Интерьеры могут быть просто разнообразны. С таким, с такой заменой цвета. Ну, ладно, а теперь, ребята, конечно же, для питомцев. Посмотрим, что тут есть для собачки. Вот такой домик. Дальше есть корм для собачки. Есть корм для кошечки. Ребята, лоток появился. Ребята, я принесла сюда питомцев. Но я увидела еще вот такую картинку. Это же слепкий рук, ребята. Семейный. Смотрите, папа, мама и малыш. Прикольно. Это так мило выглядит. Но я думаю, что все. Мы здесь остальное все рассмотрели. Да, ребята, ну что, у нас появился лоток, ребята. Наконец-таки, наконец-таки мы дождались. Давайте попробуем, чтобы собачка воспользовалась. Даже вот так можно. Интересно, она сможет воспользоваться так этим лотком? Нет, ребята, вроде бы. Я просто ее таскаю. Ну, ладно, давайте попробуем, какие есть движения с этим лоточком. Ребята, собачки не могут им пользоваться. Только кошечки. Ну, хотя мы можем с вами движение обычное сделать, уличное. И собака тоже может ходить в лоток. Смотрите. Но, правда, мимо, немножечко мимо. Большевато для нее. То есть, наоборот, маловато. Собачка большевата. Ну, ладно, в принципе, да. Только маленькие собачки иногда ходят дома в туалет. Обычно с такими собаками гуляют. Ну, хорошо, давайте котика попробуем. Да, у котика, ребята, три движения. Первое движение это вот такое. Он сидит, мечтает, ничего не делает, хочет спать. То есть, он, похоже, не хочет свои дела делать. Второе движение это он прекрасно все это выполняет. И третье движение это он просто разбрасывает эти камушки. Ребята, у кого котик тоже разбрасывает, пожалуйста, поставьте лайк. У меня, да, постоянно, постоянно разбрасывают эти камешки. Ну, ладно, ребята, вот, смотрите. Это такое движение. И первое движение все-таки я не поняла. Он так и не хочет ничего делать. Нет, ребят, просто засыпает, не хочет. Так, лениво, лениво. Да, ну, конечно, красоту мне здесь наделали. Ладно, ребята, уберемся, уберемся. Ну, хорошо, давайте смотреть. У нас здесь есть еще миски. Вот, ребята, для собачки, для воды и для корма миска есть. И для собачки вот такой с розовыми штучками корм. А для кошечки есть миски вот такие с ушками и вот такая с кошачьей мордочкой. Эстетичная, ребята, очень эстетично все это выглядит. Ну, давайте покормим наших питомцев новеньких. Так, из пустой миски ест. Очень приятно, ребята. Они решили пустые миски скушать. О, интересно, а сейчас у нас работает этот бак. Ребята, я их уложила спать. Сейчас попробую покормить. Да, ребята, этот бак работает. Он очень смешный. Смотрите, кошечка у меня спит с открытыми глазами. И собачка, смотрите, какая смешная получилась. Так что этот бак до сих пор работает. Смешно, конечно. Ну, ладно, красиво, красиво. Набор очень классный и эстетичный. Собачка вот так смешно в будке засыпает. Будка тоже очень красивая, как будто бы деревянный домик. А кошечка туда тоже садится и тоже смешно там вот так вот спит няшно. Ну, классные питомцы мне не очень понравились. Ладно, давайте теперь одежду смотреть. Ой, здесь для малышей очень много всего. Вот такая классная колясочка. Вот, ребята, малыш очень мило смотрится в этой колясочке. Дальше, ребята, новый стульчик для кормления. Давайте его и спробуем. Так, сажаем малыша сюда. И здесь есть классные движения, которые у нас уже есть с другими стульчиками. Он сметает, ребята, со стола. Все, это очень круто выглядит. Ну, и, конечно, движения, как будто бы он кушает ложкой. Я использую в своих сериальчиках. Дальше у нас здесь есть одежда для малышей. Вот такая вот классная шапочка. Коляска опять появилась. И бутылочка. С бутылочкой тоже очень много разных движений. Горшочек новенький с мишкой. Движения, как у нас раньше были, очень крутые. Засыпает, делает свои дела. Еще, ребята, такое движение радуется и просится на ручки. Дальше есть вот такие пеленочки. Красивая с пуговками пеленочка. Но это, я так понимаю, набор совсем для маленьких. А вот набор для постарше детишек. Здесь много тоже классной одежды. Для подростков, ребята, вот такая повязочка. Дальше шапочка тоже для больших. Классная. Дальше вот такой рюкзачок. Очень стильный. Как будто бы, знаете, такой с кожаным кармашком. И внутри пенал тоже очень стильный, ребят, с кожаной вставочкой. Есть вот такой айпад. Классный коралловый. Давайте посмотрим, какая заставочка. Ну, знаете, такая стильная. Очень стильная. Дальше есть кепочка. Это кепочка для маленьких детишек. Светильник Мишка. Ребята, смотрите, какая сумка крутая. Классно. Через плечо. Носочки для малыша. Еще, ребят, вот такая классная футболочка в полосочку. И к ней шортики. Классный внешний вид. Давайте еще ботиночки белые наденем. Так, это для взрослых ботинки. А для малышей где у нас ботиночки? Я нашла классный комбинезончик. Вот такой тоже полосатенький коралловый. Еще, ребят, классные шортики появились. Еще носочки беленькие. Еще вот такая вот классная кофточка. Но это у нас для папы. Модный Apple Watch, ребята. Дальше носочки. Еще есть вот такая вот юбочка классная. И вот такие вот сапожки. Это для мамы. Еще, ребята, есть вот такая водичка. Можно ее поставить в нашу сумочку. Блузка крутая. И еще маленькие носочки для нашей малышки я нашла. Тоже с коралловыми пяточками. Очень мило выглядит. Вот такие у нас классные модняшки получили. Сосочка новая и слюнявчики еще. Ладно, давайте следующую коробку открывать. Вау, ребят, смотрите, какая сумка. Она открывается. У нее кожаные ручки. Классная. В нее можно положить какой-нибудь гаджет. Например, вот такой планшетик. Давайте попробуем. Да, ребят, смотрите, как классно это выглядит. Суперская сумка. Просто супер. Кроссовочки кажел стиль. Дальше кепочка серая. Красивые очочки. Вот такие вот синенькие. Еще блузочка с открытыми ручками. Еще, ребята, есть гаджеты. Вот такой ноутбук красивенький. С ним движение, как у обычного ноутбука. Но он очень стильный. Еще, ребята, джинсы. Обожаю джинсики. Очень классные. Носочки вот такие вот коричневые. Еще один новый телефончик. Смотрите, какой стильный для папы. Синенький айфон. Так, давайте включать. Тут погода и время. Классное, классное. Это все для папочки. Дальше вот такие вот очочки. Еще ботиночки. У нас, похоже, кстати, в скейтерском магазине есть. Смотрите, какой крутой. Там еще кармашек есть. Тоже можно туда складывать много всего. Ноутбук, ребята, не складывается. Но у нас отдельно есть папки в платном паке. Вот, смотрите, как классно закрывается. И все. Суперский такой классный чемоданчик. У меня папа на работу будет с таким ходить. Дальше носочки беленькие. Вот такая рубашка джинсовая. И еще вот такие вот брючки. И еще новые часики. Ребят, набор классный. Папуля у нас теперь будет самый-самый модный. Ну, знаете, я вполне себе думаю, что можно не только мужчине надеть. Набор классный. Смотрите, ну, круто же смотрится. Очень стильно. Ребята, обновление очень классное. Мне понравилось, что у нас теперь есть картины, которые мы можем вешать на стену, рисовать. И придумывать свои дизайны с помощью кисточек. Ну, и, конечно же, аэрозоли. Ну, или просто готовые картинки уже весят. Но у нас очень много разных картин. Вы сами видели, какой разнообразный выбор. Если вы еще какие-то классные секретики обнаружили, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Я буду очень рада поделиться с другими ребятами. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем классного настроения. И встретимся, как всегда, на канале Милая Гейм. И всем пока-пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok